Продолжение следует... 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 Не показывать лица, чтобы мама не увидела. А, так вы опытный военный. Да, я уже пенсионер. Когда идут боевые действия, видите, какие потоки. Сегодня уже привезли. Сколько уже, наверное, больше десятка. Жаль. Да, еще ждем поступления. Говорят, что в вашем госпитале не пришлось никого провожать. Да, не надо нам такое. Не надо. Постучи лучше по дереву. Не надо нам такое. Сейчас немножко даже мысли другие разговариваю с вами. Я думаю, что я вам уже должна от вас отстать. Я так понимаю. Сейчас просто анестезиологи не готовят. Мы все понимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вийдеш на вулицю, вдихнути морозу і просто переміститися трохи в бік. І потрапити там на незвичайний склад. І зустріти одного чоловіка. У мирному житті він бізнесмен. Ось якраз, згадали. Це пацанів Донбасу прийдуть хлопці, які вийшли сподливатися, у них там все погорело. І от позвонили, попросили 80 комплектів натільного белья теплого. Ось ми готуємо, зараз вони приїде, десь в чині полчаса будуть забирати. Цей підвал Месягіну дав друг. Безкоштовно. І сюди звозять все, що просять солдати. Привозять дуже багаті люди. І дуже небагаті. Україна непереможна. Повертайтеся з живими, ми вас чекаємо. Нехай Бог береже вас. Братим Михайло. Олександр Іван. Диті якийсь явно. Диті. А вот сделали вони сало. Ми коли передаємо, ми даємо їм в руки, ми їх фотографуємо, щоб потом ребята, люди, які приносили допомогу, щоб вони потом увидели. Эти фотографії вешаються на фейсбук, нашу страницу. І вони потом це виділи. Видите, як ребенок. Він передав, а здесь дяде воєнний сфотографував, він з його листиком. І вот сало, який дали. Ну, це не можна передати слова. Я вас приветствую. Здравствуйте. 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 А ви прямо? С Широким. С Широким. Как там дела? Ну, стреляють. Пытаються нас выдавить оттуда. Там сейчас мы отошли отдохнуть на 4 дня. Сейчас вместо нас 79-я бригада, их там сейчас лупят очень серьезно. Нас, некоторые наши командиры завезли на вражеский блокпост. И мы попали в засаду. И у нас машина, куда были сгружены наши вещи, сгорела. Мы остались без одежды. Четыре суток в поле провели. На голой земле? Ну да. Сам удивляюсь. Откуда вы родом? Я слушаю, ну, вашу речь. Из ровно. А? Из ровно. Ривна? Из ривну. Я просто 25 лет в Москве прожил. А, это слышно. Сказывается. Семья у вас там на ровне начинка? В Москве. А как она, кстати, относится? Дочь понимает. Она всегда была проукраински настроена. Сын чуть-чуть сложнее. Сложнее? Ну, разговаривать? Ну, последний месяц нет. У них мобилизация началась, походу. Что, можно с ним встретиться? Ну, да, вроде как получил повестку. Пока не знаю. Юра, ну это ужасно. Если встретиться с сыном по охватной стороне. Я и с братом могу встретиться. Нет проблем. Брат тоже не на нашей стороне. Как вы будете действовать? Вдруг чего? Я дожил до 50. Хочу дожить до 100. Как я буду действовать? Исид самосохранения. Ну, если вдруг встретитесь с братом. С оружием застрелил. А он у вас готов? Он за Жириновского два раза голосовал. У меня никогда не был. Брат. И что там вам видно? Мы как-то выставим? Тяжко с таким руководством, если честно. Очень тяжко. Ну, просто уже все давно понимают, что военного решения этой проблемы практически нет. Оно политическое какое-то. А так, по силам и по мере цели не равна цели, да? Ну, почему? Бьем их по мере возможности. Нормально бьем. Ну, в основном потери большие, это когда плохое руководство. Просто в том же Дебальцево было, там в нашей технике было столько людей. Я даже не знаю, там, две стариноградские битвы можно было выиграть. Все, все, все. Спасибо, тезка. Ладно. А, береги себя. В основном принесу. Нельзя никого винить, там, многие обвиняют, там, не знаю, президенты, генштаб. В каких-то вещах. Я не считаю, что они полностью должны, они, конечно, должны взять на себя ответственность за все, что происходит. Но я не могу сказать, что мы или другие люди, которые находятся во власти, не должны с ними делить эту ответственность. Мы также ошибаемся и, может быть, не видим всего того, что видно сверху. Это коллективная ответственность. Мы пришли в какое-то хроническое состояние, хроническое, хроническое болезнь. То есть была острая фаза, мы ее перевели в хроническую, а теперь думаем, как ее лечить. Хроническую. И, да, это хроническая болезнь. Как говорят, есть проблемы, которые надо решать, есть проблемы, с которыми надо жить. Боюсь, что это те проблемы, с которыми нам придется жить. Долго. Мы же знаем, что все, ничего нет более постоянного, чем временное. Да. Ну вот посмотрите, при Днестрове тоже никто не думал, что это будет долго. Сколько уже лет? С 92-го года, по-моему. Терористы узнают, что обстреляли мирное населенное. Из Ниганского, что она сейчас загребила, в зисвечок и лопаток, выклали слово «марион». Прямо войны между всей Украиной залишаются высокой. Цему госпиталю рівно сто років. Знав усі війни. За Януковича його продали Російському банку, бо в державі розпустили военну медицину, як и армію. Тут стверджують, що готували Україну до передачі Кремлю. Нова дніпровська влада змусила віддати госпиталь назад. Почала його відбудовувати. Люди понесли сюди солдатам молоко, городину, м'ясо, шкарпетки, одяг. Лікарі ж підняли всі книги про военну медицину. Перерили інтернет і стали військовими. Усі вийшли на війну. Короче, скажіть, пол кубика тропини. Или даже по кубику. Ну, они там врачи, они разбили. Ну, є у нас достатньо муждені врачи. У мене колега Анатолий Афонович, він сам вызвався, сам поїхав. І ми, бригада, чотири врача-спеціалістів на передовій, з 25-й бригаді зачищали. Углігорсь, понимаєте? В колонії. В колонії стоять танки, і в колонії стоять наш санитарний автомобіль. Вот такий вот серенький. Тобто мишень. Незащищений абсолютно. С крестом? Ні, ну, ми розривали, нам сказали, поснімайте, тому що ці уроди стріляють іменно по крестам. І все. Да? Да, ну, ми чудом остались живи, вивезли ранені. Що случилось тогда? Начался обстріл, потому що начался обстріл снайперський, минометний. Були ранені, були биті. В коридорах поряд з лікарями ходили бійці, що чекали з операційних друзів, яких принесли на руках. Бігали дівчата з темними колами під очима, добровільні помічники. В цьому місці всі зігрівалися. Тут усіх поїли чаем, годували булочками, гладили по голові. Так у мирному житті ніколи не бувало. Я так поняла, там на Красноармейськ, всі от ці Селідова, Димитрова, всі перевалочні пункти, госпіталя і больниця, вони всі забиті. І там ще неізвісно, що з хлопцями, яких завалило в аеропорту, як їх доставати будуть. Ну, знаєте, приїжджаєш оттуда, так цениш жизнь, вообще, кожного мгновення наслаждаєшся. Потому що, коли ти видиш смерть близьких, ну, котрим ти поужинав, а потім тебе говорят, этого нет, этого нет. А мой командир, а мой командир тоже погиб, понимаете, от как-то... У вас тоже такое було? Ну, конечно. Был, стоїть в колонії, разговариваються по рации, кто-то берет рацию, говорит, ну, сюда не звони, типа, а он уже убит, все. Этот позывной уже не работает. Ну, все. Приїхав сюди, конечно, когда уже после. Ротация була. Конечно, ходиш, смотришь, птички поют. Травка зеленая. Люди, музика. Начинаєш ценить это все. І в то же время, вот, знаєте, вот есть такой синдром обиди, що ти пострадав, а є люди, не имеючі даже понятия, що там. І спокійно смотрят телевізор, голубой огонек. Понимаєте, о чем річ? Как Кобзон выступает. Какой Кобзон! Думаю, я говорю, срочно в операцию. Бежите, мы вас ждем. Война отчасти выступает определенным алиби для вот этого всего безобразия. Вот. И очень таким хорошим поводом, знаете, прикрыться. Она, кстати, поверьте, не объясняет провалы в экономике. Знаете почему? Ну, потому что экономика, она же так и не стала нацелена на покрытие расходов на войну. До сегодняшнего дня нет специальной статьи в бюджете, которая бы решала проблемы целевым образом. Переселенцев, армейские и так далее. Налог собрали с людей. А проблему не решили. Не решили проблему комплектации армии, не решили проблему заработных плат, не решили вообще, даже не поняли военную доктрину. Можем это объяснить тем, что мы не успеваем за событиями? Если будем не успевать, будем проигрывать. Это не объяснение. Тогда сразу надо проигрывать. Если так, надо сдаться. Тогда лучше сдаваться, потому что меньше потерь будет. А так мы не успеваем, проигрываем, отступаем и теряем. И все теряем у людей, у территории. Продолжение следует. И друг друга, как бы, кошмарят. То есть, я им уже так и сказал, говорю, пацаны, говорю, ну, то есть, вы, как бы, тут замкнулись, как бы, в своей, так сказать, осажденной крепости. И реально, ну, то есть, у вас где-то уже, может быть, и сузился кругозор. Они говорят, ну, может, у нас он как бы сузился, но мы на все смотрим в практической плоскости, а ты там уже, так сказать, на все смотришь издалека и уже достаточно отстраненный. То есть, я это даже вижу по себе. И я вам скажу так, одно дело, когда ты сидишь во Львове, и у тебя есть, допустим, там проблемы, не знаю, с коррупцией, проблемы с наполнением бюджета и с прочими вещами. А другое дело, когда ты сидишь в Днепропетровске, и у тебя, кроме проблем с коррупцией, проблем с наполнением бюджета и плохими дорогами, у тебя есть еще и огромная масса реваншистов, которые спят и видят, как тебе вставить в спину под лопатку нож. Про зовсім інше думали в иншому кварталі міста, де живут інші люди – вчителі, поети, перукарі котів і собак, пенсионерки, професори. У неділю ми всіх їх застали у спортзалі школи. Думали, это первое и последнее, было очень трудно. А мальчики подцепили в это и рассказали, еще дайте. Подошла качественно. А как вы научились? Это тут часто. Плачут, співают и молятся. Одного разу молились, чтобы буря зупинилась на передовій. И, кажуть, бойцы передавали, как Снеговий раптом не долетів до окопу и стримко снявся в небо. Вони все умеют. А так вы умеете это делать, да? Нет, никогда не умею. Прошло время, и мы это стали делать. Потому что этим мы закрываем наших солдат. Мы закрываем их физически, этой сеткой, и душой, то, что из нас каждый вплетает в эту сетку. Їм треба встигнути сплести замовлення за вихідні, поки у школы немає детей. З усього міста сюди зносят простирадла. Бажано вживані, чтобы их легше было шматувати. На деяких сетках можно пометить квиточку. Это из детских лежек люди отдали. Знаете, есть такое хорошее выражение. Подошел какой-то ученик, учитель, и говорит. Учитель, сколько ждать перемен? Он говорит, если ждать, то долго. Так и самое, сколько ждать улучшения, мира. Но если просто сидеть ждать, то долго. Ясно. Собственно, все. Да, понятно. А руки болят? Смотрите, я тут кузиком подрабатываю. Я бы в этом воскресенье не пришел. У меня вообще есть дисциплина по моделированию процесса. Я там как раз учу людей оптимизацией. А че б ее самому не использовать? Я просто никогда не рвала простыни и не думала, что в принципе тут надо тоже... Ой, а представьте себе тузиком. Просто той кіборг, позивный гном, его колега по кафедрі. Він замість нього працює і сюди ходить для него. Мені жалко наших воїнів, а треба хоть прикласти руки и что-то для общества сделать. И мало говорят, что Путин такой-сякий и проявляет байдужость. Сроби что-нибудь для того, чтобы навалу цю российскую отбить. Поможи руками. Не можешь финансовыми. Поможи своими руками. А вот тут моя сестра, ей 76. Мені 73. Мы ходим, я не хочу сказать, что хоть что-то, яку-то часу віддаешь, иду сейчас покинешь. Что ты хоть что-то делаешь. Нехай живи вертаються самому святому. Сын. Слава Україні! Героям святого! Смерть ворога! Украина! Слава Україні! Героям святого сторонника самоорганизации. Любая система должна самоорганизовываться. То есть любые физические процессы, они должны распространяться и на социальные процессы. Поэтому было интересно посмотреть, как эта система может самоорганизоваться. И вот мы получили шикарный результат. Потому что мы, в общем-то, не вмешивались. Уранных защитников готовят, что доправляют в них как патрульцев. Сегодня наши танкисти не жалуют ни среди, ни лабора, потому что нужно выручать наших там киборгів. Все місто знало, что киборгів везут сюда. Все сходилися питати, чим помогать. Несли мед, трави. Один дідусь на всю пенсию купив мясо. И принес горячую буженину просто с печи. Девочки, вопрос. Да. Поселенное сало можно принести? Можно. Любят мальчики подбор. Саша, здається, звідси не виходила. И в день, и в ночи мы бачили ее. По дороге она тицяла и нам чай, и бегала далі завжди с телефоном. Вдома у неї був маленький сын. Хтось сидів із ним, поки Саша дбала про сынів інших мах. Называють нас ангелами милосердия или амазонки. Днепропетровські амазонки. Есть, конечно, и другие названия. Сепаратисты нас по-другому называют. Да? Да. Они вас знают? А в интернете выложили наши постели месяца два назад, наверное, по всем контактам, во всех группах, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Писали, как амазонки, которые помогают раненым. Я побежала, а потом приду, расскажу. А вот Танюша тогда так жестко, первый раз, мягенько такая, говорит. Девочки, к нам! А я никогда в реанимации не была. Я только там три недели как хожу сюда. Я думала, что я там буду делать. А она второй раз как выбежала, как гаркнула. Я сказала, бросить чай, все бросить, и в реанимацию. А мы с девочкой... Это Таня? Да. Ты вот это мне недавно сказала, что это ты была, а я до сих пор поверить не могу. Да ты тогда так гаркнула. А мы такие пришли, нам брить, мы стоим с девочкой, моем его, моем. А она уже начала брить ногу. И она бреет, бреет. А он такой волосатый, ногу ему бреет, бреет. А она не бреет. Она говорит, сколько же мы его брить будем? А он лежит, бедный. Я говорю, тебя родители связали, говорю. Ты такой, говорю, это пушистый. Он лежит, смеется. А она говорит, он не бреется. И минут пять так это... А потом я стрём... Она колпачок не сняла. Мы уже настолько устали, что колпачок прозрачный. Она не увидела его. И она этим... Ему бреет, бреет. А не может там бреет его. Это вы вырешили зачистку себе изменить? Это что за лес? Где ты ел? Так. Трое детей. Они говорят, что папа кидает все и бежит до нас. Они пять лет. Они сына уйдут. Они дочери, как у папы приезжают. А вы отдыхаете что назад? Деньше назад. Только назад? Не хочется, может, уже до дома? Ну, до дома то хочется, может, я себе все не позволю. Это что-то. Это что-то. Это что-то. направлении на этой дороге находится всего лишь одна пушка с одним расчетом и больше никого нету и услышав количество техники от разведки которая идет естественно я понял что просто эту пушку сомнут и вы что решили туда идти до поэтому один будучи возле танка змея такую машину мне не было выбора выскочил на позицию остановился рядом с ней на дороге выскочил с люка механика водителя перепрыгнул в люк наводчика поняв что не смогу произвести выстрел из пушки перепрыгнул в люк командира начал вести стрельбу с крупнокалиберного пулемета ребята мы в этот момент успели перезарядить пушку произвели второй выстрел вторым выстрелом тоже вторая машина первым выстрелом они подбили машину вторым выстрелом подбили сразу же вторую машину они знали что это вы потому что они нет они догадывались они видели этот танк что он стоял на блокпосту то есть они знали что это мы конечно они не знали кто в машине ну наверное что я один они догадались судя по тому как я быстро перепрыгивал с одного места на другое под пулями. Это очень быстро получается. А вы знаете, что вы герой? Да вообще-то я выполнял свой воинский долг. Меня этому учили. Государство мне платило всю мою службу для того, чтобы в нужный момент, в то время, когда это надо, чтобы я выполнил свой долг, ради которого меня все эти годы содержали. Поэтому вы понимаете, как подойти к этому вопросу. Вас наградили? Нет. Вам обидно? Да нет. Честно? Честно. Понимаете, я прежде всего считаю, что самое главное, что я вышел живым сам и вывел свой экипаж. Для меня, наверное, это самое дорогое. Что ребята остались живы, что я их не положил. Ну и считаю, что сделал то, что на тот момент мог. А вот Иловайск, в яком вы безусловно были, это ваше особистое? Вы это прожили? Это часть вашей биографии? Теперь вы с этим жить им это? Вот что это было для вас? Первые два месяца вообще мне нельзя было об этом вспоминать. А сейчас уже она отпустила. Понимаете, когда постоянно в течение недели валятся на голову снаряды, даже когда они прилетают не в тебе, а вот там смотришь, были там моменты, когда людей там конечности обрывают, разворачивают наизнанку. Причем я, допустим, с момента поступления в училище всегда говорил, что у медиков же вводят почему-то будущих врачей в МОР. Посмотреть на этот, а у нас-то что? Если бойцам говоришь, помогайте огрузить мертвых, они говорят, я не могу, мне сейчас станет плохо. Утром встаем, допустим, 9 убитых и 12 раненых. А этих убитых заврать не во что. Ваш палатки уже все закончились, одеяло закончилось, все закончилось. Пускай мешки закупят, не могут мешков закупить сотню. Да, накаркаешь на беду, я говорю, а что, не будет так что ли? Я думаю, что все-таки показал в России, что Украина просто так не сдаст свою территорию, как это было в Криму. Да, второго Крима. Второго Крима уже не будет. И они понимали, что тоже по забавам может получать. Если 31 человек смогли обладнать позиции и на протяжении 5 дней отбивать наступ регулярных войск, это уже про что говорить. Сидеть и ждать, что кто-то, кто-то прийдет и мне кто-то что-то сделает, такого нема. Волковники, что вийшли из Иловайска, колись расскажут все, про что сьогодні мовчать. А нині служат тут, у Центрі Схид, який зараз оснащений за останнім словом зв'язку. Показати техніку не можем, але розкажем, что зробил Центр, відомий в Дніпрі Паша Хазад. Бизнесмен, радіофизик и электронщик, эколог, з яким мы зараз едем на его бойовому джипі, перевіряти блокпости, де вони встановлюють високоточні камери спостереження, що передаватимуть дані з доріг у Центр. Ці камери фіксують кожну машину, кожну фігуру, що перетинає блокпост. А Паша філософствує про свободу і прорив із рабства. Вот Моисей водил 40 лет по пустыне. Да, мы уже, в принципе... Иудеев, да. То есть, ну, я не знаю, сколько нужно украинцев водить. Ну, вы готовы потратить свою жизнь на то, чтобы дождаться этого? А я трачу свою жизнь на это. То есть, я вот уже больше 20 лет потратил своей жизни на экологию, вот, и на строительство демократического общества. Я дальше буду тратить. Во время Майдана мы... Я был один из организаторов Майдана в Днепропетровске. Вот, поэтому понятно, что мы этим и занимались, мы этим и будем заниматься. Легко уехать в другую страну. Вот. У меня было очень много возможностей туда уехать. и мы выезжали в субботу. В шаббат? Да, в шаббат. И вот там Казахнам и Шатсон выезжают в шаббат, значит, заниматься радиосвязью в АТО. Но мы... Ну, это же митцва. То есть, мы делаем... Мы спасаем жизнь. Шаббат, а для длиннадского боевского это четверг. Да, для них это четверг. Ну, то есть, если мы спасаем жизни, это митцва, и мы можем это делать в шаббат. А как звучит укроп на иврите? Шамир. Шамир? Шамир. Вот это написано. Да, Шамир. Это укроп. Укроп, да. Паша лишился, что излагодите, а мы помчали в Красноармейск. У госпиталь, что першим приймает трехсотых. Так сталося, что тут служат львівьяны. У коридорах и палатах пахло ліками и львівською кавою, которую сестрички запарювали у лабораторії и отпоювали лікарям, помогающи позбутися запахів крови. Ну, тут было таке, что перед нашим приездом сказали, что мы сюда приехали из Запада и едят детей. Кто это так сказал? Ну, детское отделение, вот так шумиха пошла по городу. Неведомо, кто из Запада. Бандари? Ну, типа того. А теперь они уже бачат, что вы не детей ездят? Ну да. Они приходят, и у нас врачи консультируются, лечатся. Ну, они и нам помогают, и мы им помогаем. У коридорах стояли бійці, что ждали на слово хирургів, чи ждать еще на цем свете пошматованих братов. Тиша и молитва были у повітря. Кто кому ворог, кто кому лекар, а разбираться в цьому доведеться долгу, цяною життя. Под Славянском один раз привезли местного жителя, запятая сепаратиста, с простреленной ногой, и ребята вроде обыскали, но как-то не до конца. И был случай, что у него поэм остался, и попытался он применить его. Ну, упал всем телом, забрал поэм, пистолет макаром. Вы упали на него? Да, 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 да. Я как раз занимался раной. Вы увидели, что он достал? Я косвенным просто краем глаза занимался раной в бедре, и он попытался достать оружие, но... И вы бросились на него? Упал на руку, да, забрали поэм. Он мог успеть выстрелить? Ну, не успел, слава Богу. Когда ты там, я не знаю, ложишь зажим на рану, или пытаешься перевязать рану кровоточащую, ты все равно как-то его пытаешься отвлечь банальным разговором, о чем-то отрешенном и не связанном с войной? Мой любитель вопрос, когда вы последний раз были на море? На море? То есть рассказать о маме, о папе, о море, о жене. Есть ребенок, нет ребенка. То есть о детях, они всегда отключаются, когда вопрос о детях. О мире? О мире. О мирной, о прошлом и мирной жизни. Такий автобус, вы, наверное, не видели никогда, когда был мир. У него транспортуют поранених. Таня Губа – дивный дніпровский персонаж, яку мы встречаем скрізь. Говорила, что нам усім теперь надо научиться жить с измененными смертью и количеством. Очень серьезная группа психологов работает. Вот когда по парню, который тоже он киборг, две руки, к сожалению, сюда прилетел вертолет, ночью забирали отсюда, были все приняты меры для того, чтобы спасти ему руки, но две руки были ампутированы. Врач женщина, которая вот ассистировала, она вышла, она просто разрыдалась. Ну вот когда приехала жена, нужна была помощь еще психолога в жене. Все же по-разному реагируют. Но мне тогда еще Белый Сергей Иванович, завотделение, он говорит, Татьяна Федоровна, представляете, она говорит, утром проснется, а у него нет двух рук. С ним кто-то, когда он проснулся, кто-то сидел рядом с ним. Да, была с ним психолог-женщина. Это женщина, которая сама много перенесла как бы в жизни. Очень важно, раненый бойц, он должен чувствовать, что рядом с ним находится его друг. У меня была такая ситуация, вот когда сказали в 61-м госпитале, у парня на глазах погиб его друг. Он не разговаривает. Астенический синдром, все. Я взяла его за руку, через 15 минут он меня встал и ушел курить со всеми, ребятами на улицу. Первая фраза, которую он сказал, теперь мне не так страшно помирать, мне теперь страшно жить. И рядом с ним, вот первый, кто оказался парень, этот парень потерял глаз. Он ему говорил, посмотри на меня, у меня нет глаза. Ну, один у меня остался. И у тебя, у меня есть руки-ноги. Мы с тобой должны жить дальше. Благодаря Татьяне Петровне мы вывезли уже около ста раненых только за эту ротацию. Вдвоем? Ну, вот, координирую усилия с ней. Сашенька, это из Днепропетровска. Спасибо огромное. Это вдохновляет просто. Это как-то мотивирует дальше. Когда боец находится на передовой месяц, два, три, это все переедается. Во-первых, причепляется чувство страха, что... Опасность. Опасность, да, во время обстрела. Да, может, каску-то и не одеть, то, может... Или бронежилет. Лишь, ни раз бронежилет не одеть, это раз. А когда ты видишь вот это, вспоминая, что у тебя дома есть любимая женщина, жена, мама, папа тебя ждет, что есть мирная жизнь, в конце концов, вот это мотивирует собственно это все. Пусть вас Бог бережет. Спасибо большое за то, что вы делаете, потому что вот то, что вот эти репортажи и прочее, оно не то, что нас мотивирует. Вот очень важно, чтобы люди, вот когда приезжаешь в мирный город, вроде кажется, что, ну что ж, что ты приехал вроде 200 километров до Днепропетровска, и кажется, что ты приехал в другую страну, абсолютно в другой мир, где люди гуляют, люди сидят, кофе пьют, кафешках, и как будто этого ничего не происходит. а ты понимаешь, что через тебя уже прошло не одну сотню убитых, и то, что вы делаете, это помогает нам осознать себя нужным, и что это все не зря. Я передам все обязательно. Спасибо. 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 У Дніпропетровскому госпиталі цей час была дзвінка тиша. Чекали. Борти з пораненими киборгами не могли прорватися. Сели в полі, и звідти бійцы вмчали машинами. А было водохреща. Свято. Хотілося потрапити під цю святу воду. Кожен з дитинства вірив, що вона жива, и что будешь здоровый и житимешь вечно, когда скупаешься в ней. Жить вечно. Смешно. Просто выжить, верить, что рука твоя будет рухаться. Разворочена снарядом голова будет далее верить, что ты нужен такой. Тут рассказывают много нерездвяных военных историй про чудеса, про ангела, что был рядом. Когда мы первую ночь при выходе из этого окружения попали, в выжженую посадку, там куча российских десантников, этих банформирований, этих сепаратистов. Прямо вокруг нас. То есть островок этот, выгоревший от этой посадки, было где-то, ну, может, 100 на 200. Вот, размером. Причем она просматривается, я скажу, и вокруг дороги. И вот по дорогам они на БМД ездят, на БМП, на машинах, грузовых всяких разных. И вот мы только зашли, раз свело, к нам подходит собака. Ну, с претензией на овчарку, ну, может, она когда-то и была, но вот что-то в ее крови было, вот, что такое собака. Сейчас стоит ей загавкать, и, в принципе, она нас демаскировала, выдала, где мы находимся. Собака тихонечко обошла нас всех, понюхала, легла возле нас, потому что мы-то стояли, находились не в стоячем положении, потому что все видно. Вот. И так с нами она находилась до наступления темноты. За вот весь день, который она была возле нас, она ни разу не подала ни звука. Потом, когда мы выходили, уже стемнело, мы шли уже, чтобы преодолевать речку Кальмиус. Кто-то в темноте, там, то ли на лапу наступил, то ли, не знаю, как это было, но вот мы только услышали, что собака, так, скажем, как человек, так, в себе подавила вот этот болевой шок, который вот был у нее. Но она не загавкала, потому что она понимала, что нас нельзя показать наше место, нахождение, то есть, где мы и что мы. Она с нами дошла до реки, но в реку с нами не пошла. Не знаю, почему и как, но она нас провела до реки, посмотрела, что мы через речку переправились. Дальше, наверное, если бы я встретил ту собаку, то я бы ее забрал с семьи. Дружина генерала потом сказала, что то была ее душа поряд из них. Ваша молитва до святой благорицы, что вас завжди укрепляли. Вот с сигаретой вы не можете. Цей час у госпиталі прощалися так, бо за добу стали рідними. Вам спасибо. Дякую. Потом я заберу обратно. Спасибо. Всем, кто нас поддерживает. Вчера, спасибо. Но еще осталось надеяться, чтобы те хлопцы вернулись живыми. И мы очень счастливы. Мы очень счастливы, что они вернулись и все они живут. Вони звольнили палаты под новый десяток, который скоро мав приземлиться из Донецкого аэропорта. Битва за Ясену Вату. Вчера 95-я десантная бригада зайняла это место, но в ночи террористам удалось извести вибить национальную гвардию, яка заменила десантников. Сьогодні до вечера позиції проросійських бойовиків обстрілювало артиллер. Магнит. Магнит. называют магнит. Он придумал способ поиска осколков в теле. Оцим очень сильным магнитом он находил их скрозь, где не может увидеть и рентген. Четкое место расположено. Магниты продаются такие, а придумали сами тут. А как вы работаете с ними? Вы чувствуете просто... Он тянется, либо осколок тянется. И вы его вытаскиваете магнитом? Это вы придумали? И что себе? А сколько вы уже так вытащили осколков? О, ну... Не считаю. А вам самого-то сколько лет? Три. Такое же, как они почти, да? Да. А страшно? Трудно, тяжело на это все смотреть. Страшно. Страшные вещи. Никому не пожелаешь. Они сюда как раз будут ехать, да? Не секрет, что, например, в Днепропетровске наиболее эффективная система оказания помощи раненым. Поэтому туда прежде всего доставляют раненых из зоны АТО. Как организована работа госпиталя по приему раненых в Днепропетровском аэропорту, это просто вообще, это образец. Ну, во-первых, вертолеты летали постоянно. То есть доставка раненых даже с контузией, вот человек даже с контузией, даже с ледней тяжести, да? Она мгновенно осуществлялась вертолетом. То есть вертолет, это, скажем, специально летел из Днепра забрать одного человека. Чайки прокладают дорогу военным бортом, в яких внюхували запах крови и чули стогін крізь гул моторів. А вы сейчас с чего приехали? Дальше. Куда дальше? Туда. Туда летите? А вы спали сегодня? Не спали? Ночью уж привезли ребят, вы оперировали? А сколько вы прооперировали? Много. Много? Ну, все осколочные, все оперировали. Так а вы сутки уже не спите, что ли? Ну, больше не. А вы летите в Донецк? Неизвестно, куда. С бригадой, с анестезиологом раненый. А потом за горами оперируют. А у вас куртка теплая есть? Есть. А может, оденете, а то не надо вас страшно смотреть. Да нет, нормально. Нет? Сейчас тепло. Вам не страшно туда лететь? Просто нужно. Десять лежа. Этих нужно сюда. Почему? Потому что им по центровке нужно посадить вперед еще. Давай, ставь. Вот сюда. Понимаешь, нельзя, чтобы все заходят. Я понимаю, проход будет на собрать. Ему два налет. Все. Давай. Эмоционально, конечно, это тяжело, скажем, откровенно. Не буду кривить. Оно тяжело эмоционально, особенно на начальном этапе оно было. Помните первый день? Как это случилось? Такое значимое, это когда под Зеленополем расстреляли наших военнослужащих. Немножко качнуло, скажем так, потому что и количество раненых, и особенно меня, ну, так, задело, скажем так, морально травмированные люди. Ну, конечно, мы оказывали им помощь, пытались разговаривать, там, напоить. Вы лично с кем-то пытались общаться? Да, со всеми, конечно, со всеми, конечно. А я, ну, в тот момент, был не только директором, я думаю, но и просто человеком. К вечеру большинство попустило, ну, водка сделала свое дело. Не устали вы от ежедневной, уже ставшей рутиной ежедневной ситуации, с которой вы? Ну, всегда в своих разговорах мы понимаем, что тем, кто сейчас на передовой, им сложнее, чем нам здесь с вами, понимаете. Мы можем перейти в эту сторону аэропорта. Переходим, да, мы с вами с одной ситуацией сейчас перейшли совсем в другую, да, и мир, и оно нас может расслабить. У них же этого нет, поэтому силы усиляют те, кто там, скажем так, на передовой. Они мотивируют. Цей молодой человек, что командует тем, что тут сейчас мое происходящее, сын директора. Он чётко диригировал расстановку команды. Примчали швидки с тяжкими пораненными, яких літак понесе в клинике страны. Все мало будет чётко до секунды, виверено, плавно, потому что хлопцям каждый движет. Завдавав мук. Ну и раз, когда вот в Киеве находишься, где нет вот такого соприкосновения, и когда разбираешь какие-то там проблемы, там показывать это по телевизору или не показывать, как мы вот недавно спорили. Ну и раз действительно хочется всех зарести в кучу, сюда присти, вот тут вот поставить, чтобы на них посмотрели. Ну да, вроде как вот эта фраза, что мы вас всех отправим в АТО, она с одной стороны такая популистская, да, а с другой стороны она имеет смысл, потому что тогда меняется понимание, и время и расстояние всегда и лечит, и даёт искажённую картинку. Поэтому, конечно, многие должны с одной стороны не видеть, а с другой стороны должны это понимать. Это наша боль всенародная. Поэтому, если в Киеве думают о том, что пусть они там воюют, там и здесь карманы набьём, то есть... Субтитры создавал DimaTorzok ДИВИТЬСЯ И РОЗУМІЙТЕ 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 ДИВИТЬСЯ И РОЗУМІЕ Мы предполагали такое развитие событий, и года три назад мы говорили, что на своих обсуждениях мы из-за рисков рассматривали этот вопрос. Потому что в стране, где не работает идеология по построению государственности, рано или поздно будут главенствовать группы. Мы, в принципе, не говорили о том, что будет конфликт с Россией, так напрямую, но то, что конфликт групп, который может перерасти в вооруженное противостояние, об этом мы говорили. И то, что оно разделит общество на тех или других, мы говорили, а кто сюда будет вмешиваться? Это уже третья сила, которая на тот момент не имела особого значения, с какой стороны. Но оно разложилось в общем-то в таком русле. И мы сейчас часто вспоминаем, ты помнишь, что ты смотри, больше ничего не говори. Очень большая часть людей, она сегодня очень сильно озабочена проблемой своего завтрашнего дня. Какая-то часть людей вовлечена в то, что есть смерть и есть война. И они, вот эти люди в основном это те, кто волонтеры, кто просто вскакивает и идет хоть чем-то помогать. Но эти люди ничего не спрашивают, эти люди работают. Ну, когда возникает какой-то рабочий вопрос, мы и так нацелены, наточены на то, чтобы это решать. Те, кто это не делает, они живут, ну, ощущением, попыткой построить завтрашний день. Для них тему войны лучше увидеть по телевизору в форме лжи. Усі солдати Збройных сил Украины вийшли з дивальцевого. Простой, целки поведомленного администрации президента. В эпоху информационных технологий, условно, интернета, социальных сетей, мобильных телефонов, невозможно пытаться обманывать население, например, в разрезе военных, как бы, утрат. Знаете, как, вот в чем проблема? Вот, если мы говорим о информационной политике властей, то есть она попала в такую, как бы, не совсем хорошую вилку, то есть пытается выдаваться желаемое за действительное. Уже ж было пару раз, когда Петр Алексеевич попадал в просаг, то есть в один момент ему там подложили бумажечку о том, что у нас освободили 1600 пленных. То есть, естественно, это выглядело просто-напросто смешно. И второй раз была ситуация, когда по ситуации в Дебальцево, они опять ему подсунули какую-то бумагу о том, что в Дебальцево там, условно, было убито то ли 19, то ли сколько-то там человек, когда всем было понятно, что не может быть идти и речи о таких потерях. Ну, я считаю, что в том числе президент должен за эти вещи наказывать. Это Днепропетровское кладовище неведомого солдата. На этих хрестах немае имен. Тут захоронены те, кого никто не познав. А десь их дома ждут. А это подготовленные ями для новых тіл. Их лучше не раховать. А вот если посмотреть, здесь вот все могилы были абсолютно на одинаковом расстоянии. Вот там, где промежуток, это значит, уже опознали по ДНК, и эксгумировали, забрали, захоронить в том городе, куда родители могли забрать. В Запорожье тоже есть такое кладбище. В Запорожье я ездила в прокуратуру, неоднократно искала своего друга. Мы точно знали, что он был в Иловайске, и точно знали, что в последний бой он шел в кроссовках. Черные такие кроссовки были. Я ездила в прокуратуру и все время спрашивала у прокурора, у следователя, скажите, у вас точно нет тела в кроссовках? И все время прокуратура говорила, нет, такого у нас не было, точно, точно. А потом, через какое-то время, нашелся он именно в Запорожье, захороненный как неизвестный. Причем, сегодня я была еще у следователя, а на завтра они хоронили неизвестных. То есть, если бы он сказал тогда, что есть в кроссовках, то мы бы его не дали поранить как неизвестного, забрали, не пришлось бы эксгумировать. Но, к сожалению, наверное, так было суждено. Дружины вбитых солдат працуют в волонтерском штабе. Они шукают тела и шукают слова для вдив. Сейчас практически каждый день мы кого-то находим, тоже статистика такая уже большая, но есть большая проблема, что очень многие родственники, считая, что их родственник в плену, не дают свой анализ ДНК, не хотят сдавать по месту жительства. Рассказывая о том, что кто-то был у гадалки, кому-то приснился, кто-то кому-то рассказал, что в плену есть мой ребенок, и они просто не хотят сдавать эти анализы. А обязательства законодательно ничего не предусмотрено для того, чтобы насильным путем же вы не возьмете этот анализ. Так проще, знаете, он где-то. Он есть, и я не хочу. Он жив, и он вернется. Да, он вернется. Это так проще. У цей день одного героя знайшли рідні. Волонтерці Наташі, страшно сказати, пощастило больше. Свого коханого вона ховала сама. Мне приснился. Я проснулась ночью от того, что у меня голос, очень возле уха голос, «Алло!» кричит он мне. Я хватаю телефон, а ничего нет. А на следующий день утром я пришла на работу к нему в штаб, и мне сказали, а его нет. Я стала очень сильная. Я в свое время, вот мы хоронили неизвестных ребят, я практически все похороны прошла с ними. Потому что я понимала, что каждая жена, каждая мать, она хотела бы присутствовать на этих похоронах, но у нее не было возможности. И я старалась, наверное, и отплакать, и отдать дань этим ребятам, которые лежат сейчас здесь. И я набралась сил. Вот он меня силой питает. Он не снится мне, он, ну, я не... Но у меня чувства он всегда рядом, и он как ангел стал. Наверное, ну, нужно уметь признавать какие-то вещи. Надо было искать какие-то пути. В общем-то, ну, откровенно, мы тогда смотрели в будущее с опаской. И даже тогда исполняющему обязанности президента, и будущему президенту мы говорили, что нужно искать какие-то пути для того, чтобы не допустить кровопролития. Для того, чтобы были прорывы во всех этих отношениях, это необходим диалог между непосредственными участниками этих событий. Когда этого диалога нет, работают там, где контактные группы, работают там, Министерство иностранных дел, решают третьи страны, у них, они никуда не торопятся им эти проблемы решать. Но есть проблемы, они как-то к ним нормально относятся. Конфликты есть во всем мире. А быстро решаются эти конфликты только путем прямых переговоров между участниками. Блокпост между добром и злом. И на каждом боте теперь думают, что зло навпроти. Селідово визволена территория. Та люди в ньому не визволені. Это чувствуешь, хоть говорят черно. Бо мы же из Украины. В районной лекарне поранених и вбитых у морг приймают местные. Лише четверо киевских военных лекарей живут просто тут. В инфекционном отделении. Говорят про коллег по-доброму. Им нужно быть дипломатами. Хотя может и не правда, что по Селідово нужно ходить обережно. И может правда, что местные остались своими. Взагалі тут цивильные лекаря, которые тут постоянно работают, очень опытные, очень профессиональные. Они пришли в школу бандитского Донбасса еще с 90-х годов. И деякие лекаря имеют опыт по теракальной хирургии, по работе на сердце. Ну правда, ножевые поранения, какие-то такие дребные, кольевые. Больше, чем деякие теракальные хирурги десь в Киеве. Лекаря в разных криминальных хирургиях. Так исторично склалося, что коренное население было вимарено голодом давным-давно. А потом заселено вихідцами из России. Часто такими селами все мы их вывозили, которые хотели хорошего життя. Кроме этого, тут много таких спецпоселений. Після відбування сроку на поселение виселялися люди. Такий район специфичный. Кто знает, может, нам удалось, но между бойцами и людьми в коридорах лекарни тут вроде бы протягли невидимый кордон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можливости информационные, на жаль, в России совсем с другим направлением. И даже тут, иногда, ну так, на жаль, тут транслюються канали Новороссии. Я два дня подивився цей канал и уже готов был задзвонить и сдать точку своего минометного. Минометного разрахунка, как я сменялся. Минометного разрахунка, как я сменялся. Минометного разрахунка, как я сменялся. Минометного разрахунка, как я сменялся в сусідней палате с бейцями. Минометного разрахунка, как я сменялся в сусідней палате с бейцями. Минометного разрахунка, как я сменялся в сусідней палате с бейцями. То есть оно, поехало на старой машине. Это новое життя Дніпропетровска. Доля кинула ему выклик, а он здивував ее тем, как на это ответил. Обнявся, одягнул военно и став поперек дороги агрессору, спевающий гимн, когда в душу заходит тревога. Вы как-то чувствуете, вы говорили об особом чувстве у евреев, помните, вы чувствуете опасность? Ну, я думаю, что любой человек, живущий в прифронтовой территории, теперь имеет это чувство. Оно распространилось на всех, кто живет. Ну, надо строить дальше, выживать и, как бы, ну, все равно защищать мир, хотя бы в своей области, в оставшейся в Украине, в сооруженных руках. Волонтер Армен вважає, що бойову підготовку в країні знищили спеціально. Навіть, каже, в рік перед революцією були наказом зачищені бази призывників, щоби їх не можна було зібрати. Арменова команда учить бою тут усіх. Добровольців, солдат, ходить тренувати в школи. Детей вы учите воювати? Воювати громко сказано. Детей мы учим обращаться с оружием безопасно, даем им возможность поддержать оружие, почувствовать это железо, разряжать, заряжать, собирать, разбирать автоматы. Вони задають дуже багато вопросів. Вопроси взрослі. Вопроси касаємо смертей, касаємо, убиваємо ли ми людей. Людей ми не убиваємо, ми убиваємо врагів. Якщо будуть враги, ми їх будемо убивати. І от шкільники, от возраст, 8-9-10 клас, вже, наверное, у них тоже что-то поменялось в головах. Вони не хочуть бути вбивцями. Вони хочуть захищати свою страну, багато хочуть бути военними. Я думаю, що зараз це стане дуже, може, не модно, а дуже актуально і правильно, бути военними. Справа. Вперед. І ніколи два чоловіка на одному вигляді. Діна, діна, діна. Діна, діна. Діна, діна, діна. Діна, діна, діна. Діна, діна, діна. Діна, діна. Говорить, не победити нас. Я не запомнил, як його зовуть. И в сентябре месяце за Курахово идет колонна разведбата, 74-й разведыватель, батальон, БТРы наши идут. И смотрю, сидит парень на броне. И на меня смотрит. А я в военной форме, и он в военной форме. Он слазит, я, Артем, да, ты, да. И такая встреча, я говорю, ну, это, в кино бывает. Как, что? Говорит, ну, вот, пошел добровольцем. То есть там мальчишка, еще мальчишка. И проходит полгода, и из брони слазит мужик. Вперед! Альфа, вперед! А от и Джексон тут. Росіяни назвали его американским найманцем. И, кажуть, дали винагороду за его голову. У его голове 83 осколка. И его череп закритий титановою пластиною. У него орден за мужность. И он тут, бо має повернутися в бой. Отец у меня пастор церкви. И вот все время, сколько я был на передовой, он все время молился. И вы в церквах? Я тоже хожу в церковь, да. И, как бы, скажу так, что, если б не Бог, я бы, наверное, с вами сейчас бы не сидел. У меня есть очень близкий человек, который вышел с аэропорта 18-го числа. Я раненым пробыл там 4 дня. Отстреливался до последнего стреля. Когда Виталик позвонил, что их газом травят в аэропорту, просто позвонил и попросили церковь родителей, да, там моих, как священника, молиться. И люди всей Украины начали молиться то, чтобы поднялся сильный ветер и просто выдал этот газ. И когда уже смогли разговаривать с ним, он сказал, что, говорит, действительно, это он потом рассказывает, что поднялся ветер, выдал весь газ. И когда закидывали газ, просто он вылетал моментально. Зарядили, что-то. Упали на колено. Делаем новый... Делаем новый... Два снаряда от 122-миллиметровой, от гаубицы, САУ. Это и на голове попало. Да, мне зашивали. Сейчас, как парни говорят на передовой, что был просто Джексон, теперь уже Титановый Джексон. Это у меня, я извиняюсь. Пожалуйста, возьмите. Да я сейчас отключу. Возьмите, возьмите, может, это важно. Сейчас, извиняюсь. Алло. Да, 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 говорит. Ну, я понял, в реанимации, да? Хорошо, можно я позже перезвоню, сейчас занят еще. Спасибо. А кто в реанимации? Это ваш друг? Это у нас разбомбили блокпост, буквально позавчера, танками в Ахгиньке. Ага. Поэтому сейчас у нас 4 человека попали в больницу, в Мечниково лежат. И 9 человек в плен попало, и 3 двухсотых. В лекарне Мечниково Джексону не давали и процента на шанс вижитий. А самі ж и спасли. Проферировали, проферировали. Да, решит он. Это абсолютно цивильная лекарня, что раптом стала передовою военною. Первые поранения профессору повергали в ступор. Они ниде не бачили такого. Да, ты уже герои. Это мы его снимем, что они не бачили, да? Ну, да. Это мы без вас. Да, нет. Это война. Мы попали под град, в зал пішел. Мы десь пів касети, снарядов 20, мабуть, выпустили. Я, честно говоря, думал, что все. У нас прямое попадание перевернуло декілька разів туда-сюда, а только рука. Щиро дякую медику 93-ї бригади, Роман его звали. И он, мабуть, мне врятовал руку, потому что мне тут лекарь сказали, что, в принципе, как правило, отрезают, при таком поранении, отрезают руку. Молодчинка. Потім не давал мне свідомість прятать, пока я ехал. Что делал? Розповідал мне, что мы спевали с ним. Что вы спевали? Мы с Олышковой что-то спевали. Анергист. Ну, позывный в мене вез водой наш с правого сектора. То и украинский начал спевать. Я тоже намагался подспевывать. Хочешь болело, холерами там вкололело. Болело. Кукать телепает все, чтобы мешковать. Лекарь Мечникова за несколько месяцев подняли всю историю военно-медицины. Плакали над обрубками солдат. Это было страшно. Август. Так, поехали на пятый. Медики как-то отодвинуты были на второй ряд. Это коррупция, это воры, это взяточники, это все остальное. Убийцы в белых халатах. И вы посмотрите, когда там показывают, там убили кого-то, отравили, там зарезали. Ну, бесконечный же кран шел наоборот, отрицательные эмоции давал. Да. Формировал в обществе определенное мнение о врачах и все остальное. Я не могу сказать, что все святые. Ну, везде так. Понимаете, это везде так. Но большинство, ну, большинство это люди, которые преданы своему делу. Понимаете, и когда вот вся больница поднялась, и кто кого спрашивал, никто не спрашивал. Приходил каждый, говорит, чем помочь, чем помочь. И все, и включался в работу моментально. И вперед. У него самого были сині руки. Він не мав часу захищатися, коли робив рентгени перед операцией. Так, хлопцы, кино будем снимать? Это люди, как говорится, ну, у них и заживается все-все по-другому. Понимаете, тут казалось бы, ну, такое уже, ну, не бывает так. А он раз, подымается, идет, заживает, все, и борется за себя, и как-то... Это, наверное, эмоции какие-то, наверное, какой-то адреналин, который у них... Я даже не знаю, как это объяснить. Но это факт, что они по-другому выздоравливают? Абсолютный факт. Ну, выживали такие, которые вообще не... Ну, я не могу это грубо сказать, понимаете. Есть, как говорится, травма, несовместимая с жизнью. Вот эта несовместимая с жизнью оказывается совместимой. Это самая у нас прилетная палата. Не приближайся. Не приближайся? Да. 95 гривен. Я думаю, что так он обновляется, но очень и очень повильно, например. Хотя я бы хоть сейчас уже втек. Ну, так... А куда назад? Ну, а куда? Ну, у меня там сто человек, они чекают. Вообще, ни один хворий, який у нас тут был поранен, ни один не сказав, что он не пиде назад. Это ж лучше у нас тут. Подожди, а кто у нас тут? Алексей Горбунов. Туда? То есть выгодил? А что случилось? В засаду попали. Где? В Луганской области, между Кряковкой и Орехово-Донецкой. Населенными... Русскими или? Ну, по всей видимости, казачки были. Там заманили, по большому счету, в засаду заманили. А как заманили? А накануне они делали ремонт электростолбов, освещение делали. И сказали, что нужно обезопасить подходы к столбу электрофицированной, которые дальше от позиций. Ну, говорят, мол, боимся подойти. Подошли, обнаружили следы подхода, что там засада, не успели, ну, попали в засаду. А там нас ждали уже. А живы там все остались или... Я один. А сколько у вас было? Троем. Ребятам вчера 40 дней было. Светлая память. Перенести этот весь ужас, когда, он говорит, трое, они там остались, он остался один жив. Ну, это же надо пережить, увидеть. Когда ты ел, спал рядом, воевал, и тут их не стало. Жизнь и смерть у вас вот каждый день перед глазами, поэтому... Понимаете, вот это вот, наверное, мера ответственности, она откладывает отпечаток. Поэтому хирурги долго не живут. Да? Да. К сожалению, да. Ну, и с другой стороны, тоже есть много положительного. Когда люди пошли, вот видите, они радостные ходят, все совсем другое жизнь. Должен продлевать вашу жизнь. Конечно. Ну, я желаю, чтобы подольше. Все, кто заходит, два человека заходят. Чтобы я не отвлекался. Жорстокість поранень, з якою зіткнулися цивільні медики, кажуть, безпрецедентна у війнах останнього століття. Хорошо. В гумирний час я оперую, в основном, моя специфика – це пухлини головного мозга. Це складні оперативні втрачання, які для це 4, 5, 8 годин. Я добре знаю анатомію мозку. Але ці ушкодження – це, я можу сказати, катастрофа. Тільки в одного з десяти – це кульові поранення. То, що ми привыкли бачити по телевізору – війна автомати, винтівки. Зараз всього майже немає. Це реактивні установки «Град», це міномети, це самоходні артилерійські установки. Ми стояли поряд. Слухали страшний звук свердла у череп хлопця до мозку. Знімок якого бачили на вході. Він був ніби в горошок від осколків. Нормальний, нахто. Софет не сперекися. І от вийшов в наше місце вчора овець череп. Грає музика, концерт. Святкують. І у багатьох людей таке враження, що вони навіть не чули, що йде війна. Буває ночі, приїжджаєш, коли складні втручання. Їдеш своєю машиною, дивишся, працює. Друга, третя, четверта години ночі в нас казино, кафе. Люди цього не розуміють. Вони не морально, не матеріально не підтримують цього. Їм добре живеться і так. Вони розуміють, що все буде добре. А ми розуміємо, коли ми бачимо ці тяжкі поранення, що добре не буде. Добре не буде, поки там не буде порядку. Вона лиза крові, не біє. Я взяв з собою, що вам показати. Вони невеличкі, але вони влітають на дуже великій швидкості, на глибину понад 5-6 сантиметрів, руйнуючи все на своєму шляху. Я можу сказати так, що хворого, який тільки щойно оперував, у нього був номер 834. Тобто в 834? Чотири хворих пройшло через лікарню. Після операції в них такий настрій – йти воювати знову. Усі рвуться? Усі рвуться. У мене був хворий поранений. Євген його звати, його кличка, так як кажуть, Джексон. І зараз я його бачив, вже він в фейсбуці пише, що він вже тут на шляху. Ви після такого ранення, а в чому ви тут на полигоне? Це вже частица мене. У вас вийде в дому 9-місячна дочь? Родик. Через 4 дні родик буде, так. Я просто не хочу, щоб вона бачила те, що відбувається там. А хто є си неми, ті, які там вже були? Ті, які вже знають ціну цього всього. Ми ж козацька нація, ми мілітарна нація по своїй суті. Нас пацифікували дуже сильно. Там і знищували збройні сили, там спецслужби і все таке інше. Але той дух знищити просто неможливо. Бо нація – це мертві, живі, і на народження, як Шевченко говорив. Це постійний процес, це не одне покоління живущих зараз. І наше покоління, і в цій війні, я думаю, проявляє себе ого-го, як добре. Бо ті герої, які там воюють і гинуть, і отримують поранення, і все інше, вони... Ну, вони дуже... І оце є провіднавацтва практично українського народу. Куратора батальйона «Кревбас» ми чекали довго. Він затримувався. Бо вранці знайшов на порозі хати пару гранат. Давав із цим лад, виводив сім'ю. Та сказав, що це порівняно пустинь. Знаєте, я буквально там за перші полгода війни, особливо, як в Лавайській хлопці дрались на цих висотах, от, примерів, в 40-м батальйоні «Кревбас», примерів стійкості героїзму. Я стільки в учебниках про Велику Отечествену війну не вважав. Ми знаємо матросів, гостей, а я знаю Ваню Щербака. Хто це? Це розвідчики, це молоді парні, мені тут 30 років, не котрі мені тут 25, які дрались з танками один на один. Як? Так, один пример, Паша, пулеметчик, извините, я фамилию не скажу, виходит танк на пряму позицію, а його убрать нечем. І отдають приказ, виходить парень з пулеметом, з ПК, і веде бой один на один з танком. Для того, щоб збити навісне оборудовання, танк стал слепим, і все. І прилетає парню от снайпера один раз в бедро, потім на вилет, але він відстрілял всі свої 250 патронів, танк ушел з позиції, і Паша спас весь опорний пункт. Це треба беречі, це наше лучшее, те, що у нас є. І, можливо, якщо ми так будемо розпоряджуватися їхніми жизнями, у нас такого шанса, такой роскоши більше не буде. Це треба дійсно беречі. Знаєте, навіть і Черчилль, і баги інші великий люди, вони говорили, що Бог з неї з технікою, Бог з неї там, що там остається. Главне – це збережити армію. Дуже ту армію, яка є, в нас її треба збережити, а не положити абсолютно бездарно. І абсолютно бездарно. Офіцер, позивний Рахман, обгорілий. Над головою розірвалася граната, прострелене око. Лікарі його дуже любили, обнадіювали. Він провалився у підірваному аеропорту разом із друзями, прямо у вогоні. Вистоїли, не те слово, вистоїли там. Взорвали один раз, пацани схватились, контужені, глушені, і все, воно за автоматами опять вкруговую отбивали. Опять, со стрелкотни вообще никак не взяти було. За парикадами сиділи. І даже пол подорвали под нами, пацани все, воно схватили за ружі, те, що там, не провалились, все равно сверху. Опять вкруговую, і опять, короче, обороняємося. Все нормально? Більно? Не, не, не. Торчат эти бинты. Ну, це треба пережити. Вони таке пережили. Бинты вже таке. А як глаз? Нормально. Параперируювали халішу. Скорі просто чудом повезло. Врачи кажуть, що такі, як ви, роздоравлюють, просто як тут кажуть, як на собачі заживають. Так, хорошо. Тому що, да. Уже не один доктор сказав, що тут мирного бутак, так він би вже лежав давно. А які, говорить, стоїть прямо, як, не знаю, що над ними Бог, чи що-то над вами є. Ви в Бога верите вообще? Конечно. Да? Да. Це сталося з вами в аеропорту чи раніше? Це якраз сталося 19 января. Я с 2007 року до Кунаїча хожу в крест. Ага. І це теж розсіпував. В цьому році теж. На водохрещу? На водохрещу. А на водохрещу получилось, що мене 4 рази доказання ранили. Ну, якось так символично так получилось. Ну, кажуть, що буде все добре. С хлопцем. Ну, вам нельзя, щоб мене було нехорошо. Я просто… Я просто… Вы уже заслужили, по-моєму, на самое лучшее. Не знаю. Почему думаете, що нет? Война ще йдет. Да. Что, собираетесь назад, що? Конечно. Да? Музыка. Музыка. Субтитры делал DimaTorzok 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 А ви кто вообще? Субтитры делал DimaTorzok Руки болять? Субтитры делал DimaTorzok Что там еще хуже? Субтитры делал DimaTorzok 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 Ой, добрый день. Это будет шум. Ой, спасибо. Это ваш человек, да? Да, да. Похоже, да. Нет, быстрее, больше ничего не надо. Нам все хватит. Больше ничего никто не хочет. За что молодые поебали, молодые дети, как родители. За нас стоят. Да, как я же говорю. Спасибо вам. Берегите себя. Мы узнали себя. И смогли каждый из нас увидеть вокруг себя других людей. Потому что, знаете, вот мы часто с Геной сидим, разговариваем. Он говорит, ну, бизнес пришлось бросить. Ну, с другой стороны, он сидит и говорит, ну, я же не знал, что вокруг меня столько людей. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, вот раньше я приходил в офис, там, ты, я, там, Володя. То есть, как бы у нас какой-то был такой узкий круг. А сейчас ты просто понимаешь, что ты живешь в стране, где огромное количество добрых, сильных, светлых и смелых людей. То есть, ну, может быть, ради этого и стоило все это затевать. А тут, у підвалі, працювали жінки. В житті вони були підприємці, мали статки. Тут пакувалися на фронт, складали аптечки, пакували батарейки, вели аукціони на Фейсбуку, збирали гроші на броніки, приймали людей, що несли допомогу, сушили овочі на фронтові борщи. Ну, люди же чем-то должны платить, наверное, моральну дань, да, за какие-то, может быть, непрозорливость, да, несвоевременность. То есть, мы же много чего пропустили в своей, как бы, развитии Украины истории, да. Мы же были часто равнодушны к чему-то, мы же много чего не замечали, мы же в последнее время стали обществом потребления. У нас появилось много свободы, и мы от нее очень много получали удовольствия, но ничего не отдавали взамен. Это ж вам в дорогу забирають. Ой, лед шоколадок, да, там шоколадки есть. Сюда же приходят еще солдатики, которые на побывку пришли, которые лечатся, приходят. Мы, я сюда плачу. В машине у каждого волонтера формы, перцы, ножны, киты. У меня нет, а у меня машины. Да, там, поэтому у меня нет. Да. Едешь вот туда, сейчас грешник остановит, как ты будешь от вас, от всех этих ножей, броников. Вот, например, вы знали, я, например, не знала, что если нет гидравлической жидкости, пушку-рапиру можно гидравлику заменить красным вином. Вот вы знали такой момент? Я не знала. Я про рапиру даже не знала, не то что... Вы их видели. И это можно применить? Да. Обычным сухим красным вином? Это даже применяют. Да? Да. А какое вино подходит? Любое. Я точно так же спросила, говорю, ой, скажите, а какое вино, надо сладкое или сухое? Да, вот это. Они все начали смеяться, сказали, какое есть. Здравствуйте. 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 Вы не знаете. Один из Курма и из Фейсбука. Да, заходите. А где-то Курма, что-то есть. Здесь шутка. Мы были на базе Дука и в Покровском. И, ну, мальчик стоял на вахте. И уже уезжать, и он ко мне подходит, говорит, вы, извините, вы не могли бы это отправить? И дают мне такой кусочек листика из тетради вырванного, значит, там, коревым почерком подписанного. Я говорю, а что это? Мне говорят, это письмо. Ну, я же, как все мои девушки, да, ждет, хорошо, отправлю. Он говорит, нет, нет. Я говорю, а кому? Если не секрет. Он мне говорит, нет, не секрет. Вы, так говорит, кстати, просьба, будете привозить детские рисунки из школ, просите, чтобы дети обратный адрес писали. Я говорю, а зачем? Он мне говорит, а я на ночных дежурствах сижу, я им всем отвечаю. Я вообще в мирной жизни был детским писателем. У меня есть страница ВКонтакте, я пишу оповедание и верши для детей. И я написал девочке, я ее не знаю, но она прислала рисунок и единственный адрес, который нашел за смену. Письмо незнакомому ребенку, да, которого ты никогда в жизни не видел и, может быть, не увидишь. Письмо, в котором человек описывает, кто он. Что такое добровольческий украинский корпус. С кем он мечтал быть в жизни. И письмо это заканчивается припиской, вот смысл этого всего, что я, как бы, тебе все рассказал, но у меня к тебе одна просьба. Помни одно, никогда нельзя предавать. Ничего нет страшнее предательства. Если он себя не подолеет, кто еще подолеет, да? Да. Спрячься. Все, нормально. А ну? Да. Все, Наташа. Его спрятай. Это наказание. Ну, я до этого ходила, как бы, нарушила традицию, ты получила мнение. Конечно, тяжело. Вот мы сейчас, я сегодня постановила, что все волонтеры у нас будут пить витамины. Потому что, ну, уже падаем по чуть-чуть. Опа! Это никого не минет. Может, не коснется лично, коснется родственникам, неважно. Не бывает так. Все умрут, а я останусь. Так не бывает. Народная война. И чем раньше люди проснулись, чем раньше люди вытащат голову из песка, чем вы стояли, мы победили. Ну, мне так кажется. На центральной площади города цьогорества было просто буйство вогнів. Людям помогали терапією радости. Чтобы вытримали, не поламалися. Их так лековали от страха и той, и другой части их життя. У нас получается ситуация, что нам некуда отступать. Было бы это Болтава, да мы бы ушли сто лет назад. Разваливайте, что хотите. А если мы отсюда уйдем, то эта система управления бездарная, которая сегодня работает, она поведет к потере этой территории просто. Вот мы сейчас с вами здесь сидим, у нас одновременно только с дебальцевского котла 61 тело находится в моргах. Это далеко не все. Но вы помните ложь, которая прозвучала с экранов телевизора о блестящей операции? Она же прозвучала. Так вот реальность, она здесь, с ней можно познакомиться. Как мы должны, как Дон Кихота на это реагировать? Что надо вообще делать в этой ситуации? Поддерживать ложь или реагировать на реальность? А как вы поступаете? А вот так пока, как карась на сковородке и крутимся. Как это, между войной и миром, так же, как между небом и землей. Найстрашнейшая наша ночь была тут. Морг. Сюди везли зібрані по дорогах Дебальцево заморожених мертвых бійців. Мы не покажем вам них. Это снилось бы все життя. В центре дефекты тканей. Сколько? Минус тканей. А страшно вам каждый раз, когда открывают эти мешки? Уже не стало? Уже нет. Уже при открывании мешка желание, чтобы максимально опознаваемый человек. Для того, чтобы когда человек опознаваемый, мы уже понимаем, что мы вернем его домой. По ротинкам, по шрагикам, по... Боже мой, тут же ничего не видно. Максимально стараемся помочь. Спасибо вам. Так, ребятам спасибо. Да. Давай, давай, шовнее. Ещё там, наверное... Костя, держи, давай. ПОТЯТЕЛЬНОЕ ВАЗИВРЕ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Усі знають Аллу – позивний чонгар. Вона вивозить з поля бою двохсотих. Вона обмінює тіла сепаратистів на тіла наших. Під кулями вона вивозить гроби, а потім відкриває їх з саперами. Там бувають міни. Була міна, зашита навіть у тілі одного бійця, переданого в обмін. А ти не розумієш, як його зробити. Паспорт, лікарський сідоцтв, який випишуть зараз. Ні, старше, ноги ви зізнаєте. Вона живе тим, що шукає комусь мертвих рідних. В її телефоні їхні фото. Перемішані з фото живих. І ніби між ними вже немає різниці. А раніше боялася навіть підійти до похоронної процесії. Мами вже практично на грані того. Мама Вармович написала, я потихеньку схожу з ума. І навіть за тисячу кілометрів я відчуваю подих своєї дитини. Хоча вона не знає, де її. Напевно, кожна дитина, яка до неї дзвонить, які навіть з тієї сторони сепаратисти чи ополчені перезванюють і представляються навіть її сину, вона, напевно, в кожному вона чує того сина. А що так роблять? Звонять, і каже, тебе твій син? Так, багато. І торгують тілами. Коли рідним скидають відео від Тишин, який помер із фотографією дітей. Іде бій, іде обстріл, але десь відчуття того було, що хоч як я вмираю, хай я вмираю з дітьми. І в нього перед руками фотографія так і лишилася в руках. Під моргом стояв дивний чоловік. А потім підійшов. Вибачився, що брудний. Просто він тиждень лазив по кущах під Дебальцево. Шукав сина. Щас, і от ви розказуєте мені так, як я. Цей Сєприк позвонив на мій номер і сказав, що ваш син поїх, боюв. Що ви приїхали його забрати? Каже, він там лежить возле траси, це у Логіну. І ви виїхали туди, з Новограда-Волинського, ви виїхали на Дебальцево. Я виїхав в Артемовськ. І я там ночами війшов, боді виходив. Я дійшов до Дебальцево, де в міст, і наші хлопці не пустили. Слух пили і назад. Вінюєте, я так думав, що він погиб. Ну, мене сестра і його жінка. Ну, це, і вони гадали, що він не жив. Ну, по всіх, вже там п'ять чи шість. Ну, я теж не вірю цим, але, знаєте. Уже немає сигналів. Уже зараз і Рубан Володимир Володимирович виясняється питання. Ви обміняли скільки людей? Можна це вже підсчитати? Да, ми підсчитати. Через наш центр обмена военнопленних прошло 655 человек. Всього ж людей з нашою допомогою, в якому ми приймали участь. А в дальнішому вже либо технічну сторону виконяло СБУ, либо другие організации. Це вже більше тисячі чоловік. По початку ніхто не планировав пленних менять. Іх брали в плен, или вони доставалися їм в плен. Для всього, чого угодно. І люди з зверіними інстинктами були з обеих сторон. Люди, які отримали наслаждення від віддівців. От беззащитних людей? От беззащитних людей. Без ідійних соображень, просто інстинкт? Нікакі ідійні соображення не оправдають. Втыкивання, нажав в печень, і дивитися, як людина від болі відбувається. Якщо ти з врагом воюєш, ти його повинен бити. Якщо в нього немає оружію, він пленний. У пленого є особий статус. Тобто кодекс чести ви маєте ввідомо? Так, кодекс чести воїна. Офіцер і сам був у полоні. Був схоплений і з мішком на голові кинутий у підвал. Каже, що був готовий прийняти смерть достойно. Каже, що як офіцер має це вміти. Та хтось сказав, що він слово тримає. Випустили. Віддали тих, кого віздобав. Ви все-таки живий людина. Ви не железний. І якби ми з ткані, з крові, з душі. Ви це все в вас взрывається. Не із железа, нет. Те ж ткані. Юмор. Ми виводимо страх через смех в нашому центрі. І коли це лечить... Я вам розкажу історію одного нашого лозунга. На Днепропетровській базі я проснувся рано утром. От того, що сонце ярко било в глаза. Я открыл глаза і увидел двох білок, ідущих по небу. Друг за другом. Две білки йдут по небу. Ну, я думаю, що... Наверно, це вже і є послідстви галлюцінації. Того, що... Пришло время і страх... Мозги... Где-то він там по медицині перекосил. Я подошел к окну. І увидел, що между двома дерев'ями і столбом натянуты провода. І проти сонця я не вижу цих проводів, а білок вижу. І вони йдут. І вони дійсно йдут по небу. Я розказав об цій історії с опасенням, але розказав нашим офіцерам. Ну і дівіс такой, вибрали себе шутейний, благодаря якому ми вживаємо. Це дівіс Чипа і Дейла, які спешат на допомогу. Слабоумія і отвага. Вряд ли умний чоловік пойдет так по мимному полю. І... Ну, поскольку він йдет, він все-таки отважний. Волонтери должны стать... Они должны заменить ту неэффективну систему, которая во время войны показала свою недееспособность. В этом состоит задача, функция государства. У нас є на кого опереться. Як тільки почалась активна фаза боєвих действий, Сразу стало ясно. Кто умеє брати на себе ответственность в екстремальних условіях? Кто боїться? Кто неспособен? Вот по цьому принципу і необхідно набирати нову власть. Сьогодні многие політики, к сожалению, Они работають на защиту своего кресла. А в этой ситуации должен быть, должен срабатывать инстинкт самосохранения. И в данном случае самосохранение не кресла, А соседей, близких, друзей, людей, которые тебя окружают. Вот должен срабатывать другой инстинкт, более природный, что ли. Более настоящий. Дніпропетровск надто багато знає тепер справжнього, Чтобы погодитись на підміну життя. Він народився як новий народ, А у нього велике серце. Він мислить так. Захисти, оборони. Підніми того, хто впав. Візьми на руки свою новонароджену силу і свободу. И это не пафос. Это чудо, что тут произошло, Бо, кажуть, гени, закатані в бетон, Пробилися все одно. Это Дніпропетровск, Что каже, я украинец. Сегодня дети, которые живут в Дніпропетровске, Дети-беженцы, которые сегодня уехали из зоны АТО. Оттуда мы и забрали каким образом. К нам позвонил начальник Донецкой милиции, Геннадий Леонидович Корбану. Такая ситуация, это было вечером, поздно. У нас бомбят Курахово-Авдеевку. Могли бы вы забрать деток, Которые сегодня находятся в зоне обстрела? Ну, сразу сказали да. Пытались договориться, скажем, с ДНР, Чтобы они с 9 утра до 12 хотя бы не стреляли, В связи с тем, что будут эвакуироваться дети. Естественно, договоренности были нарушены. Как стреляли, так и стреляли. Но они вас боялись? Да, изначально, конечно, знаете, Дети, которые приехали, это был страх, боязнь. Они приехали никуда, никому, не знали, Кто мы, что мы, все остальное. Все находились с осторожкой. Некоторые дети задавали вопрос. Леша, а вы нас на органы повезли, дядя Леша? Знаете, я говорю, детям смотришь и это самое. Некоторые хлопали в ладоши, говорили, Ой, классно, у вас горячая вода есть. Есть покушать, есть все, есть где поспать. Прошла неделя, дети уже бегут к тебе на встречу, Обнимают тебе, дарят нарисованные картинки. А спрашивают, что ты нам привез вкусненького, Какая там ситуация? Знаете, уже смотришь искры в глазах, Дети радуются. Девушка, привыкли? Да. Что дети в школе? Хвалят детей, кстати. Я знаю. Что им как в школе? Хорошо, им тоже нравится. Не обижают? Не, не обижают. Здрасте. 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 Как дела ваши? Хорошо. Как живется? Хорошо. В Днепропетровске есть важное отличие. Качество власти заключалось в том, что эта власть сознательно изначально опиралась именно на гражданское общество. В этом-то, собственно, и был феномен команды Коломойского. И за проекты отвечала не власть, отвечали волонтеры, а власть просто обеспечивала их работу. И это была правильная тактика, только поэтому система и работала. Мы меняемся с каждым днем. Я думаю, мы становимся лучше. По крайней мере, нормальнее становиться лучше. Мы очищаемся, мы видим, кто чего стоит. Те люди, которые способны жертвовать жизнь на фронте, они же так же способны жертвовать ради своей батьковщины, чтобы она была качественная. У меня загинуло очень много моих братьев, моих друзей особистых. Их память меня будет просто примушивать, чтобы эта страна была цивилизованной, нормальной, народоправной, национальной и все таки. И чтобы дети этих забивших хлопцев жили уже хоть по-люзски. И это и даст, я думаю, шанс. Но для того, что нужно будет чистки в Киеве делать, ой-ой-ой, без того, на жаль, у меня не выйдет. Прогнозы у меня в целом позитивны. На основе всего, что вы сказали? На основе того, что внешняя агрессия упирается не фактор эффективного сопротивления государственного аппарата, эффективного управления, а фактор, рано или поздно, правильно настроенного общества. Сам этнос, он где-то остановит эту проблему. Она имеет границу. Увязнится. То война и агрессия увязнят. Именно люди. В людях увязнят, да. Вот она увязнет в людях. А те, что на троне, они просто ждут этого момента и будут потом, так сказать, подбивать результаты. Я думаю, что если когда-то этот конфликт закончится, и Украина заживет мирно и вернет все свои территории, утраченные, наполовину утраченные, временно утраченные, вот я думаю, это будет какой-нибудь день примирения, а не как победы одних на другую. То есть нет ни в США, ни во Франции, нет дней победы, которые касались бы гражданской войны или Великой Французской революции. На самом деле вот этих хороших людей сегодня уже набралась критическая масса. И я думаю, что критическая масса этих хороших, добрых людей, профессиональных и готовых 24 часа жертвовать собой, она просто не должна позволить политикам жить прежними инстинктами. То есть они все равно, эти люди, они будут интегрированы тем или иным образом во власть, и они будут по-другому это делать, потому что они прошли страшные вещи, войну, и у них другие инстинкты в конце концов. Ей 22, она красивая, стройная леди, всегда была лучшей подругой для своих соседей. Она свободна и чиста, но душу рвут сомнения, она всегда молчит, но скоро скажет свое мнение. Нападать и грабить, бить и править, ею так не выйдет в праведном виде, она не даст себя просто обидеть. И будь ты царь, и будь ты бог, и будь ты божь, как Ленин, гордая леди, не перед кем не встанет на колени. Вокруг собрались тысячи души, еще не пусты, но кто за правду готов тело отдать погресты, она лежала вся разбитая, будто руина. Люди вокруг читали имя Украина. Моя страна не упадет на колени, города станут в гору, и поверь мне, и не помешает нам никто свободой напиться, пока в каждом из нас живет душа Украина. Пока живет душа, я буду носить морган, крючих прав, крючих прав, там просто чуждо, снова страх. И я не знаю, хватит места ли на всех в аду, и я пойду под пули с братьями в одном ряду. Уже моя страна встает и распускает ивы, мы будем воинами правды, брат, пока мы живы. Она залечит раны, встанет и распустит косы, оденет платье из цветов и пошагает боссы, по утренней расти ногами, собирая капли. Тут не война, тут все свои, брат, пора прятать сабли. Моя страна не упадет на колени, моя страна не упадет на колени, города станут в гору, и поверь мне, и не помешает нам никто свободой напиться, пока в каждом из нас живет душа Украины. Моя страна не упадет на колени, города станут в гору, и поверь мне, и не помешает нам никто свободой напиться, пока в каждом из нас живет душа Украины. Субтитры создавал DimaTorzok